Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok И они опасная мишень С 10 апреля в кинотеатре Тираспаль Фантастический экшен-боевик Дивергент Ты опасен, если ты другой В прокат также выходит очередной эпический супергеройский фильм Первый мститель, другая война в эффектном 3D Пути мстителя разошлись, а он остался в агентстве ЩИТ Но новый враг вынуждает его выйти из тени И с этим противником ему уже не справиться в одиночестве Капитану Америка нужна моя помощь Грядет катастрофа мирового масштаба Но даже вместе с друзьями Он не готов к тому, на что способен Зимний солдат С 3 апреля в кинотеатре Тираспаль Мировая премьера экшен-блокбастера Первый мститель, другая война В 3D Не пропустите титры, вас ждет бонус-сюрприз Предлагаю вам внимательно следить и за театральной афишей И детское внимание в следующие выходные Возможно, привлекут музыкальная сказка «Дюймовочка» в субботу И удивительные превращения в спектакли «Гадкий утенок» В воскресенье до полудня В этот же день, только в 13.00 в малом зале Ожидайте показ кукольного премьерного спектакля «Чиполина» Что же до взрослого зрителя, то без внимания актеров Вы тоже не останетесь, но при одном условии Если подарите им свое свободное время вечером 12 апреля На сцене театра вас ждет лирическая комедия режиссера Игоря Малова «Старший сын» В воскресный вечер вас ждет и еще одна премьера сезона Украсит сцену игра корифеев театра и молодых последователей актерского искусства Впрочем, контраст в умении между поколениями почти неуловим Премьерный спектакль «Леди Макбет-Путинцентского уезда» В этом сезоне вышел из-под режиссерского опера Дмитрия Ахмадиева Основой для постановки послужила одноименная повесть Николая Лескова Скажу даже немножко с гордостью Потому что этот спектакль победитель Победитель в номинациях «Лучшая кореография» и «Лучшая режиссура» 2014 года На фестивале «Галла Премиуэр» 2014 Этот спектакль «Леди Макбет-Путинцентского уезда» Наши страсти в этом спектакле уже оценила достаточно уважаемая жюри Оцените и вы, наши дорогие зрители, которые еще не успели его посмотреть Меломанов также ждет богатые на музыкальные события концертные программы и фестивали неделя Так, например, 7 апреля в 17.00 в Большом зале Дворца Республики Пройдет первый концертный день в рамках фестиваля духовой и джазовой музыки имени Юрия Батуева В прошлом году, тоже в апреле месяце, этот фестиваль по инициативе Государственного квинтета «Либерти» Прошел впервые, имел большой успех и серьезный резонанс среди профессионалов в области духовой музыки И если в первый день участниками фестиваля станут превеликое множество коллективов из Приднестровья, Молдовы и Гагаузии То восьмого ответственность удовлетворить самый взыскательный музыкальный вкус Берет на себя оркестр главного штаба Вооруженных сил Республики Особенностью этого концерта является то, что преимущественно будут звучать произведения и аранжировки Юрия Батуева Как известно, Юрий Батуев был очень талантливым и композитором, и аранжировщиком Поэтому в исполнении солистов, в исполнении оркестра прозвучает произведение, к которым он приложил свою руку мастеру И это еще не все. В рамках седьмого международного фестиваля классической музыки Приднестровскую публику ждет еще два концертных дня 10 апреля 18.00 в Малом зале Дворца Республики состоится концерт хоровой музыки «Вечер романса» В котором примет участие Приднестровский государственный хор И также новшеством этого мероприятия станет участие народной артистки Веры Лапенковой Подхватит фестивальную эстафету в воскресенье камерный оркестр Института искусств Подарите себе хорошие воспоминания о неделе и выходных Напомню вам и о действующей выставке В рамках празднования 70-летия освобождения столицы от немецко-румынских захватчиков В Большом зале картинной галереи Терраспольского объединенного музея Открылась выставка, которую мы не смогли обделить вниманием С началом войны большинство приднестровских художников ушли на фронт Или эвакуировались, но даже в этих трагических условиях они следовали своему призванию На фронте и в тылу живописцы создавали художественную летопись Великой Отечественной войны Здесь и заметки с фронта, и портреты героев Советского Союза Например, и нашего земляка Владимира Бачковского Освобождение и восстановление родного города Экспозиция продлится до 14 апреля Памятной дате посвящены и ряд местных экскурсий Что на неделе организует туристическая компания Рио И если это в будни, то в субботу опытные экскурсоводы Предлагают выбраться в единственный в нашей республике заповедник Егорлык Кстати, весна – самое подходящее время для такой поездки Панораму в этот период года удивят самого избалованного путешественника Ну и, конечно, не обойдется без пикника у Гаянского озера И напоследок – отличный досуг для ваших детей С турфермой Рио 13 апреля вы можете как следует запастись провиантом И отправиться на страусинную ферму Кроме того, поездка включает в себя посещение Кишиневского зоопарка и Дендропарка Этот парк в таком английском стиле Очень красивый Детям обычно это нравится То есть это такая поездка природного плана Поэтому не забудьте, взрослые, что можно отдохнуть с вашими детьми в городе Кишиневе 13 апреля Уже не вспомню кто, но сказал, чтобы от чего-нибудь отдохнуть Нужно от чего-нибудь устать Ну, хотя бы устать отдыхать Я не сторонник таких крайностей Пусть отдых приносит радость и пойдет вам только на пользу Увидимся в следующую субботу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА